Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть ли среди вас специалисты, которые делают распаковку личности дробь экспертности? В ответах хотелось бы узнать условия и стоимость начинающих специалистов. Этим приветствуют, приветствуются, или ибо бюджет для заказа услуги небольшой. В терпении между двадцать двадцать, надеюсь найти то, что ищу. Ну что же, давайте посмотрим. Значит, есть несколько моментов, которые я бы хотел озвучить. Первый момент, то что если вы пишете условно в разделе психологии, и называете, ну, людей, к которым вы обращаетесь, экспертами, коллегами, коллегами, то, на мой взгляд, вы уже, как минимум, получается, сделали свой выбор. То есть вы сделали выбор в пользу психологии, на мой взгляд. И если вы сделали выбор в пользу психологии, то, на мой взгляд, опять же, очевидно, что в этом вы хотите развиваться. То есть тут, в таком случае, получается, речь не о профессиональном выборе, не о раскрытии своей экспертности, а здесь скорее речь идёт о чем-то другом. Это первый момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Второй момент, на который мне бы хотелось также обратить ваше внимание, заключается в постановке вопроса. Что значит распаковка экспертности? А если вы говорите, допустим, про раскрытие своих талантов, это одно. Если вы говорите про предназначение, ну, вот, про своё предназначение, например, это другое. Если вы говорите про получение навыков, именно навыки, то есть если вам нужны навыки для, допустим, ну, скажем, работы, это третье. Да? Ну, то есть предположим, что вот вы, там, не знаю, чего-то не умеете, да, и вот хотели бы научиться, да, допустим, там, хотели бы научиться, там, консультировать или что-то, ну, или, или что-то вроде этого. Ну, к примеру, опять же, к примеру, ну, то есть вопрос заключается в конкретизации задачи, в данном случае. На мой взгляд, на мой взгляд, то, как вы описываете в своём тексте, Тот процесс работы с личностью, Которым, ну, которым вы предлагаете заняться вам, да, Является несколько Огрублённым, Является несколько жадным, Является несколько Обесценивающим. То, Кем вы являетесь, И то, Какой Является ваша личность. В принципе. Понимаете, да? Поэтому, Если и говорить о раскрытии, То, на мой взгляд, это Процесс. Определённый процесс. То есть, понятно, что в беседе, Процессе диалога, процессе консультации, Вы, конечно же, будете получать данные о, к примеру, себе, да? То есть, вы будете получать данные о том, к примеру, какие у вас, ну, допустим, допустим, сильные стороны, да? Ну, к примеру. Вы будете получать об этом данные о том, это правда. Но, во-первых, как их применить? Во-вторых, эти данные, они вам для чего? То есть, вы хотите раскрыть свою экспертность, чтобы что? Еще не мешало бы, конечно, на мой, по крайней мере, взгляд, Не мешало бы увидеть, как бы, значение Экспертности. То есть, вот, постараться увидеть, что такое экспертность. Экспертность – это как? То есть, экспертность – это позиция NET, экспертность – это позиция выше, и экспертность – это ответ на вопрос. Вот. Если мы в психологии, если вы в психологии, экспертность – это не совсем корректное название того, чем мы здесь занимаемся. Если вы в другой профессии, вы, да, в другой профессии вы можете быть экспертом, конечно же, вот. Но, как вы видите специалиста в этом, в этом, ну, в этом смысле, в этом случае и так далее? Потому что, опять же, здесь нужно понимать, что психолог не эксперт. Понимаете, да? Можно помочь вам в себе разобраться, можно помочь вам, ну, увидеть себя иначе. Да, можно помочь, но вряд ли это будет, как бы, ну, в форме экспертности. Это больше про обратную связь, это больше про свободный диалог, это больше про фантазирование, вероятно. Потому что по-другому вы можете получить это только через тесты. Или коучи. Если вы ищете тесты – это одно, если вы ищете коучи – это другое. Что касается требования к квалификации. Опять же, прекрасно понимаю, значит, финансовые возможности. И, должен сказать, что, ну, во-первых, цена никак не привязана к квалификации. Это первое. Второе. Если у вас есть определенный задел, то есть та сумма, которую вы готовы потратить, то вы просто выбираете специалиста, который находится в пределах той суммы, которую вы готовы потратить, и все. Если для вас, как бы, оно является вот таким, ну, ключевым, важным моментом, да. Но квалификация специалиста не всегда привязана к его цене. В идеале, конечно, нужно было бы, чтобы было так, это правда. Но в реальности мы имеем дело с тем, что это не так. Поэтому тут тоже вот то, как вы это связываете, да, то, как вы говорите, что вот, значит, начинающий специалист там, потому что сумма, там, которую я готова потратить, вот, она такая-такая-то. Вот. Ну, это не совсем, не совсем так. Вот. Что касается поиска того, что вы ищете, да, вот, то, ну, я думаю, что заниматься саморекламой на сайте запрещено. Я думаю, что вряд ли в этом смысле что-то изменилось. Если вам нужны именно условия, я думаю, что вы можете просто открыть, ну, открыть список экспертов, смотреть, выбрать того эксперта, который вам нужен, и все. Вот. Я не думаю, что мы можем говорить, вот, поработайте со мной, поработайте со мной, и все у вас будет хорошо. Вот. Поэтому условия стоимости мы можем посмотреть сами, изучив профили экспертов. Вот. Еще раз. Наименование эксперта является просто условностью. Я бы назвал это специалистом, специалистом. Вот. Все-все-таки. Потому что эксперт – это тот, кто делает заключение. Психологи заключение не делают. И вы, если вы также психолог, а я повторюсь, что на эту мысль наводит то, что вы называете нас коллегами. Заключение не делаете. И вам тоже заключение делать не нужно. Ну вот. Ну и, наконец, если вы позиционируете себя как начинающего специалиста, то вам нужен супервизор. Понимаете? Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи. Продолжение следует... Супервизор. Удачи. Продолжение следует...